Еще три дня назад в Белом доме не могли ни подтвердить, ни опровергнуть присутствие Ф-16 в украинском небе. И вот сегодня, просто таки, прямо в самом небе, в день воздушных сил, вооруженных сил Украины, мы видим то, о чем мечтали более двух лет, над чем работали наши дипломаты, наши военные, наши союзники, конечно же. Мы много сделали для того, чтобы украинские воздушные силы перешли на новый стандарт авиации, на западную боевую авиацию. Теперь это действительно реальность в нашем небе, Ф-16 в Украине, подчеркнул президент Украины Вадимир Зеленский, при этом поблагодарил Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки и всех партнеров. Юрий, мы с вами на протяжении более года говорили о предоставлении Украине Ф-16, и когда это станет возможностью, Бена Ходжеса спрашивали, Бена Ходжеса цитировали. И вот уже просто не дать мне взять, Россия в панике, уже переживает о том, какое же вооружение нам, в частности, дадут и Соединенные Штаты Америки. И можем ли мы говорить, что действительно эта реальность перевернет, пусть не полностью переломает ход войны, но станет вот тем геймченджером, который что-то да изменит? Я думаю, что рассчитывает на волшебное чудо-оружие. Я надеюсь, мы за последний год-два постепенно начали понимать, что чудо-оружие на самом деле не существует. Но есть украинская армия, есть американский народ и украинский народ, и все это вместе приведет к победе. Что происходит? Смотрите, в Соединенных Штатах говорили о том, что нужно давать Украине то, что нужно Украине сегодня. Не то, что нужно дальше, в будущем, а сейчас выстоять. Украина взяла это оружие, Украина выставила, Украина продолжает стоять. Что это дает? Это дает возможность делать планы на будущее, делать нужную, создавать инфраструктуру, которая занимает время. И это дало время теперь создать то, что потребовалось, чтобы теперь F-16 могли быть в Украине. Насколько они изменят ситуацию, я могу только надеяться на лучший результат. Но, с другой стороны, я понимаю, что это недостаточно тех F-16, потому что нужно намного-намного больше. Но это, опять же, мне кажется, подтверждение той уверенности в помощи и в союзничестве, которая идет от Белого дома при президенте Байдене. И потому что это была программа, он ее выполняет, мы его критикуем, мы говорим, недостаточно, долго занимает, а он продолжает гнуть свою линию. И вот уже F-16. Поэтому, мне кажется, это заслуга всех здесь, кто принял в этом участие, от бойцов в окопах, которые дают возможность Украине выстоять и устоять, до тех планировщиков в Пентагоне, которые рассчитали, работали с украинскими партнерами и создали инфраструктуру, которая нужна для того, чтобы теперь F-16 могли помогать, защищать и закрыть небо Украины. Уриэль, решительность Белого дома действительно показывает передача F-16 или все-таки сплоченность союзников? И будет ли больше, больше вооружения, больше, возможно, разрешения? И насколько это политически важный, а не только в военном плане, мы не военные эксперты, шаг? Ну да, я считаю, что это важно со всех сторон, честно говоря. Значит, в первое, я абсолютно согласен с Юрией, что это не будет волшебная палочка. F-16 — это важное оружие, это поможет, конечно, Украине, сомнений нет. Это делает две вещи. Вот две части F-16 важнее всего. Первый — это радар. Вот в МИГе вы видите только вот до сколько, ну я не помню четко сколько километров, но я думаю, это там 20, что-то такое. У F-16 они могут намного дальше видеть, чем МИГ. Более того, они могут, ракеты, их ракеты могут стрелять намного дальше, чем вот МИГ. Значит, когда я был на речи как-то, вот один из американских самых важных военных в Байденовской администрации, вот он говорил в начале войны, что вот Америка не будет давать вам F-16, потому что эти F-16 также могут их с неба, русские также могут их с неба ударить, как и МИГ. Но разница в том, что и вот где этот аргумент был слабоват, это в том, что F-16 даже не должен приближаться к бою. F-16 сумеет ударять по русским самолетам, по русским ракетам до того, как он сам будет к ним приближаться. Вот почему F-16 настолько важный самолет, потому что он может закрыть ваше небо издалека. Значит, вот с одной стороны, вот-вот важно. Значит, я надеюсь, что если у вас их будет достаточно, то тогда наконец-то вот в Киеве, там, ну, в разных других вот больших городах Украины вы не будете видеть, вот как эти ракеты будут ударять по гражданским домам и так далее. Но вот с политической точки зрения, чем это, что это еще показывает? Это лишний раз показывает, что эти красные линии, которые западные лидеры, про которых западные лидеры говорили, что это не настоящие красные линии. Это лишний раз доказывает. Как я думаю, что я в предыдущем нашем разговоре говорил, что в начале войны Америка говорила, что мы вам не можем давать Хаймарс, потому что это будет, ну, слишком большое, слишком агрессивное оружие. Потом мы вам дали Хаймарс, и это изменило войну. Потом тот же аргумент состоял насчет танков. Опять мы вам, в конце концов, дали танки, и это изменило войну. И вот сейчас, наконец-то, то же самое случилось в 2016. Проблема тут, вот с моей точки зрения, это то, что западный мир, Америка, Европа, мы не выдвинули стратегию на победу. Вот что для нас, какая наша стратегия на победу? Это не означает, что эта стратегия будет та же самая для вас. Возможно, это будут две разные вещи. Но надо иметь какую-то стратегию, чтобы мы поняли, вот какая наша тут цель, и что мы должны вам дать, чтобы достичь эту цель. С моей точки зрения, конечно, эта цель, это должна быть, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы она была в сильной позиции после этого, и чтобы Россия никогда не сумела опять делать то, что вот она делает последние 20 лет. К сожалению, наши лидеры эту стратегию не выдвинули, и вот из-за этого они вам дают важное оружие, они вам дают эту помощь, но слишком поздно. Если бы эти танки вам бы дали полтора года назад, то на сегодняшний день поле битвы выглядело бы абсолютно по-другому. Если бы эти F-16, которые вот сейчас существуют в Украине, если бы мы их вам дали бы там, опять же, год-два назад, опять все бы изменило. Значит, мы, в конце концов, как Юрий говорил, мы делаем правильно, но мы просто делаем это слишком поздно, и из-за этого, к сожалению, многие-многие погибают, и война продолжается. Можно я быстро тут отвечу, если вы не против, Ирина? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо. Понимаете, Уриэль, я, с одной стороны, конечно, с вами согласен, потому что нужно передать Украине все оружие, которое нужно Украине для того, чтобы победить. Но, с другой стороны, я пытаюсь понять логику людей, у которых явно больше информации, чем у меня и, наверное, даже у вас. И я вижу, что с их точки зрения они смотрят, что вот мы сюда попали, в эту точку, когда у Украины уже F-16, потому что мы шли по ступенькам. Вы описали каждую из этих ступеней. Да. И если бы мы попались сюда, вот можно спуститься куда-то, а можно одним прыжком просто в пропасть упасть. И мне кажется, что здесь с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов важно, чтобы была лестница, а не был просто прыжок в пропасть и надеяться, что ядерный парашют нас всех спасет. И с точки зрения стратегии, мне кажется, что здесь все очень четко и видно просто по действиям Соединенных Штатов. Не по словам, а по действиям. А по действиям видно, что, во-первых, важно, чтобы Украина выстояла и была в сильной позиции за столом переговоров, когда придут эти переговоры. А с другой стороны, чтобы цена для России была непомерно высокая, и чтобы отпугнуть Китай. И мне кажется, что эта стратегия до сих пор вот так и разыгрывается. Но это, конечно, выглядит, как вам сказать, не самым гуманитарным образом ко всем странам и людям, которые оказались на этой планете и страдают от Владимира Путина, и его хунты, и его страны, и так далее. Прошу это. Значит, дайте я быстро отвечу на это. Потому что, опять же, я понимаю этот страх вот насчет ядерной войны. Но вот в начале войны этот страх существовал, я его понимал. Но, опять же, мы достаточно быстро увидели, что риск ядерной войны существует не только, если будет эскалация войны, но еще он существует, если наоборот, если мы будем отступать. Риск существует и с одной стороны, и с другой. Это нету такого, нету действия, которое мы сейчас можем принять без риска. Риск будет и так, и так. Наша работа, наша задача – это решить, где риск меньше. И смотря на историю русских действий, смотря на историю русской агрессии, я считаю, что риск меньше не тогда, когда мы отступаем, а наоборот, что риск меньше тогда, когда мы отдаем, то мы реагируем, мы делаем то, что надо, чтобы остановить Россию. И вот каждый раз, вот опять же, вы говорили про эти ступеньки, каждый раз, что вот мы шли на следующую ступеньку, когда до того мы говорили, что нельзя подойти к этой ступеньке, каждый раз, что вот мы переходили, Путин не реагировал, потому что он не мог реагировать, потому что он не хочет сам погибнуть, он не хочет сам рисковать русской территорией, вот в ядерной войне, потому что для России это тоже огромный риск, использовать этого ядерного оружия. А вот как раз со стратегической точки зрения, опять же, не с гуманитарной, я тут не говорю про то, что честно, что не честно, я говорю чисто, что правильно со стратегической точки зрения, правильно со стратегической точки зрения это сделать, все, что мы можем сделать, чтобы Украина, ну, даже если не выиграла всю территорию, но чтобы она была в самой сильной позиции в будущем договоре с Россией, и это как раз вот будет защищать американские интересы. И, к сожалению, из-за того, что мы все медленно-медленно-медленно все капали-капали-капали этой помощи, вот на сегодняшний день война все еще продолжается, и Украина не в самой сильной позиции. А если бы мы, вот, ну, даже не в первом году, ладно, первый год мы боялись, там, мы не все понимали, но, скажем, во второй год этой войны, когда было намного понятнее результаты, то вот во второй год этой войны, если бы мы все дали, что мы уже дали, но мы это сделали немедленно, то все бы изменилось, и геостратегически для Америки ситуация была бы намного лучше, и политически я считаю, что ситуация для байденовской администрации была бы намного лучше, потому что люди бы видели, что да, мы потратили много денег на это, мы много рисковали, за самый экстент, но, с другой стороны, вот результат, результат, что вот Украина сумела, скажем, вернуть юг, южную часть к себе, и вот что-то и на востоке, и, может быть, и Крым, кто знает. Но вот если люди, если американцы, если мир будет видеть эти результаты, то тогда стратегическая ситуация, ну, с глобальной точки зрения, изменяется. Продолжение следует...